МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Информационная безопасность при использовании интернета в государственных органах и дополнительные меры обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства. Таковы темы совместного выездного совещания секретаря Совета безопасности России и полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, проходящего два дня в Чебоксарах. В нем принимают участие глава Чуваши Михаил Игнатьев, руководители субъекта федерации округа, а также представители федеральных министерств и ведомств. В Чебоксарском аэропорту высоких гостей встречал глава Чуваши Михаил Игнатьев и другие официальные лица. Открывая совещание полпред в ПФО, Михаил Бабич отметил, что ежегодно в округе фиксируется устойчивый рост компьютерных атак. В прошлом году зафиксировано 190 миллионов случаев. Более 80% из них приходится на информресурсы органов госвласти. Сохраняются серьезные риски и угрозы, сдерживающие решение задач обеспечения безопасности информационных систем. Это обусловлено недостатком квалифицированных специалистов, администраторов по вопросам безопасности служебной информации. В региональных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления защиту информации обеспечивают 1672 специалиста. Из них лишь 6% имеют профильное образование. Продолжающимся использованием сотрудниками государственных органов электронных и облачных сервисов, о чем вы не раз уже указывали, находящихся за рубежом, для хранения электронных писем, служебных документов. Технологическая зависимость от иностранных производителей, наличие аппаратных и программных закладок в оборудовании иностранного производства. Отсутствие отечественных альтернатив в значительном сегменте технического оборудования, либо их неравноценность по своим функциональным возможностям, существенно затрудняют замену используемых иностранных технологических платформ. Для этого необходимо принять целевую программу по переходу деятельности органов государственной власти регионов с стороны на программное обеспечение отечественного производства. Умение защитить себя в информационном поле, это сегодня приобретает самое главное значение, потому что теория имиджа, которую используют наши враги, она позволяет за неделю из дурака сделать героя, а из героя дурака. И то же самое в масштабах каких-то платформ государственных, общественного строя. Это очень умело используется, и мы видим, как многие страны на глазах просто падают. К теме экологической безопасности. На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы, связанные с маловодием загрязнением водоемов. Секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что в настоящее время подготовлены предложения по ликвидации загрязнения акватории водных объектов. Завершается согласование правил пользования водными ресурсами Рыбинского, Горьковского, Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ. Налажено межведомственное взаимодействие по борьбе с нарушениями в сфере водопользования, в том числе связанными с коррупцией. Николай Патрушев заострил внимание на проблеме утилизации мусора. Хранилища и несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов становятся серьезной угрозой загрязнения окружающей среды регионов. Значительное их количество зарегистрировано в Саратовской и Ульяновской областях, а также Мордовии и Пермском крае. Объем накопленных отходов в Приволжском федеральном округе составляет 2,5 миллиарда тонн. При этом обезвреживается только третья их часть. Из-за недостаточности финансирования остается острой проблема переработки отходов. Их вторичный оборот в округе не превышает 10%. В сегодняшней экономической ситуации необходимо активнее внедрять инновационные технологии переработки мусора, ориентируясь в первую очередь на импортозамещающие отечественные разработки, отметили на совещании. Участниками совещания запланировано посещение полигона твердых бытовых отходов. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Россия – священная наша держава. Праздник, объединяющий всех, несмотря на возраст, полусоциальный статус, национальности вероисповедания прошел в эти выходные на всей территории страны, от Москвы до самых окраин. Сегодня страна отметила главный праздник – День России. Повсеместно прошли народные гуляния, выставки и концерты. Красная площадь столицы Чувашия с утра встретила горожан и гостей праздничной программы. Танцевальные и вокальные коллективы сменялись один за другим. День России объединяет всех, кто любит свою родину, помнит ее историю, гордится ее победами, отметил глава города Чебоксары Леонид Черкесов, открывая торжественное мероприятие. Мы вместе, мы едины. Валерий Валерьевич Путин отметил главной национальной идеей – это патриотизм. И мы говорим, что должны воспитать наших детей и внуков историей, поступками наших дедов, прадедов, отцов. Этот день стал праздничным вдвойне в жизни юных горожан, получивших напутствие и главный документ своей жизни – паспорт из рук главы Чувашии и почетных гостей торжества. Мы живем в России, мы любим Россию. И так совпало, что моя дочь получает паспорт в этот день. И президент Чувашии вручил лично паспорт. Спасибо России, спасибо Чувашии за то, что нас любят так и уважают. Россия – уникальная страна. Она всегда отстаивала и продолжает отстаивать свой суверенитет. День России – праздник свободы, закона и справедливости. Мы рождены в России, мы любим свою землю, мы любим свою Россию, мы любим свою страну, потому что это наша земля, это наше отечество. Мы видим, как консолидируется народ, как наш народ, россияне, объединяются вокруг своего национального лидера. Наши люди заслуживают достойной жизни и нужно помогать нашему президенту Владимиру Путину делать нашу страну сильной и побеждать. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Сразу в 15 муниципалитетах республики прошел Акатуй. Так сельхозтоваропроизводители отметили успешное окончание весенней страды. В этом году аграрии поработали на славу. Было посажено более 200 тысяч гектаров зерновых культур. Аграриев Канажского и Комсомольского районов глава Чувашии поздравил лично. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Центральные улицы села Комсомольское стали одной большой выставочной площадкой. На каждой экспозиции достижения района. Свою продукцию здесь презентовали и начинающие предприниматели. Молодой мастер из села Урмаева недавно открыл цех по обработке металла. Сейчас он изготавливает медали, вывески и мангалы. Дорогим мастером будете и хорошие деньги будете зарабатывать. Все это сейчас востребовано. И состоятельные люди покупают, и люди, как бы сказать, среднего слоя покупают. На местном творческом бульваре большой популярностью пользовались палатки народных умельцев. Здесь выставили и вышитые картины, и поделки из дерева. Гости могли изготовить сувениры своими руками, к примеру, чеканить монету с Чувашской символикой. Это предложили сделать и главе республики. Праздничная программа продолжилась в парке. Итоги посевной здесь подводили в торжественной обстановке. Аграрии превысили показатели прошлого года и теперь строят амбициозные планы. В ближайшее время в районе намерено возвести 4 крупных картофелехранилища и даже открыть новый молочный завод. Будут введены в строй и социальные объекты. По расходной части направляем инвестиции на строительство общеобразовательных школ, на строительство садиков. В этом году в Сюребе мы введем начатую школу, ни у кого никаких сомнений не должно быть. Выделить десятки миллионов рублей на благоустройство населенных пунктов. Мы свои обещания не забыли. Мы честью и достоинцем все это будем выполнять. Передовики сельского хозяйства стали героями праздника «Песни и труда». Заслуженные награды вручали агрономам, механизаторам, тояркам. Впереди у них по-настоящему жаркая пора. Нравится. За что? Работа есть. Работа есть. У нас картошка много, крожай у нас. Всегда в урощении. Глава республики чествовал перед веков сельского хозяйства Канажского района. Каждый год в муниципалитете открываются десятки личных подсобных хозяйств. Тем, кто делает первые шаги в агробизнесе, оказывают поддержку. Местные власти ставят перед работниками сельхозсферы новые задачи. В Канажском районе остаются неосвоенными более 12 тысяч гектаров. Перед нами поставлена задача ввести в оборот все необработанные земли. Праздник Агаду и муниципалитеты посвящают не только человеку труда, но и году российского кино. Культработники района выступали перед зрителями в образах героев известных фильмов. На стадионе урожай в этот день и яблоку негде было упасть. Праздник не омрачил даже проливной дождь. Аграрии говорят, что это хороший знак. Сейчас все они рассчитывают на богатый урожай. Митрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Эндрис Передонов. Республика. Всего в рамках празднования Дня России Акатую состоялось 300 различных мероприятий, в которых приняли участие 450 тысяч человек. Такие цифры озвучили на еженедельном совещании главы правительства Чувашии. Сейчас на повестке дня День Республики и мероприятия из деловой части его программы. Кроме того, уже завтра в Чебоксарах пройдет заседание Координационного совета по рекламе и Консультативного совета по защите прав потребителей государств участников СНГ. К заседанию обоих советов приурочили и межрегиональный фестиваль маркетинга и рекламы «Открытая Волга», открытие которого состоится завтра в Ледовом дворце. Также можно будет увидеть выставку конкурсных работ фестиваля и экспозиции туристического потенциала стран СНГ. Следом за этим делегации Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым отправятся в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в одном из самых крупных международных экономических форумов. Сформирована делегация, сформирована программа пребывания, будет подписан ряд соглашений. Соглашение это с агентством стратегических инициатив и агентством по развитию профессиональных сообществ, рабочих кадров WorldSkills. Мы вошли в пилотные регионы. В рамках Питера с 10 пилотными регионами будет подписано соглашение. Но хотел бы отметить, что за этим стоит большая работа. С 2012 года было реализовано движение WorldSkills по России. И наша республика тоже участвовала в нем. И есть определенные победы, заслуги. Поэтому нас выбрали в пилот и подписано соглашение форума. Кроме того, расширяем взаимодействие с региональными, региональные взаимодействия, подписываем соглашение с Кировской областью. И план конкретных мероприятий. Все органы власти республики прописаны. Как ответственный исполнитель по своим направлениям. Тоже отработано участие в подписании соглашения с государственным частным партнерством. Против ввоза в Чувашию старого оборудования химического сырья, обанкротившегося Волгоградского химпрома, выступили экологи региона. Техника и сырье давно стали некондиционными и представляют опасность как экономическую, так и экологическую. Я категорически против данного передислоцирования, поскольку у нас и так химический наш Новочебоксарский химпром, он и так создает немалую экологическую нагрузку на Чувашию. И дополнительный перевоз отходов химических с Волгограда, это только усугубит экологическое состояние всей Чувашии. Чувашия является одним из зеленых регионов России. Экологическая ситуация здесь, конечно, лучше, чем в других регионах. Позицию экологов разделяют и химики региона. К слову сказать, одни из сильнейших в России. Ради популизма, ради какого-то рейтинга, видимо, кто-то сказал в пылу, ну, я не знаю, так сказать, может быть, он хотел привлечь к себе людей. Мне кажется, люди, которые это предлагают, рассуждают по принципу. Чем хуже, тем лучше. Если они хоть немножко понимают в экономике, какое-то есть у них высшее образование, они должны понимать, что это невозможно. Понимать, ну, это невозможно. Поэтому я считаю, что это очень вредно. Это, я не знаю, так сказать, если была за это ответственность, за такие слова, это нехорошие слова. Потому что они ведут к исчезновению, так сказать, одного из столпов Чувашской республики, химпрома. Олег Насакин также рассказал, чем опасна хлорорганика и фосфор, с которыми работал Волгоградский химпром. Желтый фосфор. Вещество, конечно, первого класса опасности. Очень опасное, токсичное. Перевозят его и хранят под водой. Потому что на воздухе оно начинает вспыхивать. Его свойства используют в военном деле. Вот американцы, вы знаете, они, так сказать, белый фосфор распыляли. Попадая на кожу, белый фосфор начинает тлеть, гореть. И потушить его невозможно, потому что вода его не тушит. Человек сгорает заживо. Вся хлорорганика, она же опасна тем, что в итоге все приводит к получению, пригорению диоксиновых соединений. Вы знаете, что такое диоксины? Это самые опасные вещества на земном шаре. Вот диоксины в 67 тысяч раз более токсичны, чем цианистый калий. И химики, и экологи Чувашии сходятся в том, что для новочебоксарского химпрома лучший путь развития – наращивание собственного производства и выход на те рынки, которые раньше занимал волгоградский конкурент. Напомним, предложение завести на новочебоксарский химпром основные фонды банкрота из Волгограда вывинул лидер «Справедливой России» в Чувашии депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Просматривать более... Прослечили зубы древние Чуваши. На какую помощь могли рассчитывать люди в период земства? Как боролись 28 зубных врачей с кариесом у населения молодой Чувашской области? Как развивалась стоматология, как отрасль и как наука в послевоенные годы? Об этом и многом другом можно узнать, проштудировав новое издание. Появился первый главный стоматолог Минздрава Чувашской республики именно в 60-м году. Бывший главный стоматолог Минздрава Григорий Алексеев сегодня доктор медицинских наук, историк медицины. Чувашию приехал после учебы в 1956 году и посвятил себя развитию стоматологии республики. Большинство зубных врачей, его соратники, коллеги, ученики. Считая государственных и негосударственных учреждений, их очень много стало. И в них работает уже более 6 тысяч стоматологов и зубных врачей. Специальный раздел книги посвящен современному состоянию стоматологии в Чувашии. Выстроена у нас система зубоврачебной помощи, предмет профессиональной зависти коллег из других регионов и стран ближнего зарубежья. Здесь хотя бы Чебоксарскую городскую больницу, имеющую 8 филиалов и вот-вот открывающую 9-й. В новом издании нашлось место и для каждого из руководителей стоматологических клиник. Именно они открывали новые больницы, налаживали их работу, пристально следили за появлением новых технологий и стремились как можно скорее внедрить их в практику. Обо всем этом должны знать те, кто заботится о здоровье людей сегодня и кто будет лечить их завтра. История стоматологии Чувашии, эта книга сегодня так называется, чтобы она была здесь, скажем так, для того, чтобы наши студенты-стоматологии, во-первых, обучались и знали историю развития стоматологии вообще. И ведь самая главная задача – чтить тех людей, которые стояли в истоках. Дань нашего уважения нашему старшему поколению за то, что они сделали для нас и что мы сегодня можем уверенно сказать, что стоматология находится на очень серьезном уровне. Новое издание уже поступило в библиотеку медицинского факультета ЧГУ. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. За летние каникулы школьники забывают большую часть учебной программы. Из-за долгого перерыва у детей уменьшается словарный запас по иностранному языку. Это данные исследований. О том, где вашему ребенку помогут не забыть иностранный язык и узнать много нового – в нашем следующем сюжете. Впереди блок полезной информации. Я с вами прощаюсь. До свидания. Эффективно учить несколько языков, не просиживая часы за учебниками, особенно когда за окном летом. По этому принципу работает городской летний лагерь Центра международного общения «Язык плюс». Наша школа предоставляет курсы обучения иностранным языкам не только английскому, но и испанскому, немецкому, китайскому мы обучаем. Для взрослых, так и для детей, начиная с трех лет. Мы придумали такой вот проект, как пришкольный лагерь. И уже три года он радует наших деток не только города Чебоксар, но и Новочебоксарска. Этот лагерь для детей от 7 до 11 лет. В лагере под присмотром вожатых дети проводят весь день с 9 утра до 16 вечера. В программе занятия английским в игровой форме, экскурсии, встречи с интересными людьми, творческие мастер-классы, горячее питание и прогулки на свежем воздухе. Занятия группы формируются по возрасту и уровню владения языком. Практически весь день в лагере дети общаются на английском. В лагере «Язык плюс» дети изучают два языка. Первый английский, второй они выбирают сами. Кроме педагогов занятия ведут носители языка, волонтеры из других стран. Так в эту смену немецкий преподает Элизабет из Швейцарии. Мне нравятся больше всего два языка. Это у нас сейчас английский и китайский. Почему каждый из этих языков вам нравится? Английский, потому что он распространен по всему миру, а китайский, потому что его интересно изучать. Я люблю английский и китайский язык. Китайский, его очень интересно изучать. Там мы пишем разные иероглифы. За три года городской лагерь «Язык плюс» посетило более 70 детей. Отзывы родителей можно посмотреть в группе ВКонтакте. Попробуйте и вы. Новая смена начинается уже 17 июня. В Чебоксарах открылся крупный контактный центр «Газпромбанка». Столица Чувашия для его размещения была выбрана не случайно. Банк подыскивал площадку с хорошо развитой телекоммуникационной инфраструктурой и с большим количеством учебных заведений. Чебоксары этим условиям соответствуют полностью. Мы крайне довольны теми людьми, которые с нами работают. Поэтому еще раз хочу сказать, что наши дружеские отношения «Газпромбанка» и «Чебоксар» нам видятся в розовом, замечательном свете. На стартовом этапе в контактном центре трудоустроены 80 человек. Но в перспективе здесь будет работать 500 сотрудников. Будущих специалистов обучают здесь же, по специально разработанным программам. Мы сюда будем переводить несколько функций. Сейчас здесь три функции. В дальнейшем будут еще переведены функции, потому что наш департамент представлен не только колл-центром. Мы полностью на дистанционных удаленных каналах предоставляем сервис нашим клиентам, как физическим, так и юридическим лицам. Пока специалисты колл-центра консультируют клиентов по телефону и продвигают новые услуги банка. Уже в четвертом квартале центр начнет работать круглые сутки, семь дней в неделю. «Газпромбанк» о своих работниках позаботился. В контактном центре открыли и зону отдыха. «Комната реаллоксации, которая оборудована современными тренажерами. Нас регулярно посещают, играют в теннис, аэрохоккей для них тренажеры». При оформлении помещения контактного центра учли каждую мелочь. Он оборудован самой современной техникой. «Мы уложили максимум своих творческих способностей для того, чтобы людям, которые приходят на работу, было здесь удобно, интересно, красиво». «Колл-центр» откроет для клиентов новые возможности. «Газпромбанк» соответствует своему принципу, работая в масштабах страны и в интересах каждого.